Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня у нас формирование бугенвили. Это лиана, очень красивая, вечно зеленая. Самица цвета у нее маленькие, а вот предцветковые листья у нее очень пышные, ярких, всевозможных окрасов. И в Европе ее очень любят, в России выращивают чаще всего в домашних условиях, в умеренном климате. Не прихотлива ни к почве, ни к влаге, ни к солнцу. То есть посадил и растет. Посадил и забыл, любуешься только красотой ту, которую она приносит. Цветет практически круглый год. И есть периоды, когда пышное, яркое цветение, она это дает несколько раз в году. Этим летом бугенвили три раза пышное выбрасывало цветение. И сейчас уже практически отцвела, но цветение все равно сохраняется. Здесь, видите, две арки, два входа. И нужно поднять, сформировать так, чтобы она красиво обрамляла эту арку, а не мешала проходу. Одна бугенвили, которая у нас справа, она достаточно крупная, толстый ствол, и ее сложно будет каким-то образом поднять, приподнять. Мы будем только вверху менять, корректировать. А вот с этой, которая с левой стороны, мы ее постараемся сегодня поднять выше, прикрепить так, чтобы она уже схему приобрела арки. И в дальнейшем и радовала своей красотой, но и не мешала движению, прохождению. Так как бугенвили еще имеет шипы, то, естественно, ею лучше любоваться издалека, но так, чтобы она не прикасалась к телу, к рукам. С этой стороны, уже видите, толстый ствол, отличная, красивая, шикарная, над входом. Посмотрите, какой толстый ствол уже сформировался. Деревья, растения, формируйте, пожалуйста, изначально, когда они маленькие, уже понимаете, какую форму вам нужно в том или ином месте просмотреть. И сейчас вот вторую попробуем сформировать, потому что здесь ствол вот он, у этой лианы, он потоньше. И нам нужно все это поднять. Все, начинаем снизу, потому что тут тоже такие заросли внизу. Они ни к чему. Вот эти вот молодые, молодые побеги, они тоже только соки забирают. В принципе, здесь останется чистый низ. Девушки отдыхают. для того чтобы сейчас сформировать и поднять вверх мы сейчас будем отрезать достаточно жестко вот эту вот видите какую большую ветку убрали ничего страшного потому что бугенвиль очень быстро отрастает дает быстро побеги до трех метров может за сезон от расти но ее обязательно нужно здесь облегчить в этом месте чтобы она гнулась и пошла наверх сформировать то что нам бы хотелось сейчас внизу обрезаем внизу идет обрезка диаметре она здесь примерно 45 сантиметров сформировалась конечно но еще можно как-то ее сверху подтянуть и придать форму оголили ствол внизу так чтобы можно было форму придать и те ветви которые поднимаются к верху просматриваем каждую ветку каждый побег мы их оставляем те которые у тех которые направлении идут вниз и либо как-то в бок так как нам нужно полностью вот эту вот массу вытянуть вверх мы соответственно нижние все которые мы их убираем при работе с бугенвилле будьте пожалуйста аккуратны пользуйтесь очками защитными то есть обязательно защитите лицо и руки так как у нее есть шипы примерно такие же как у розы при формирующих дальше стрижках уже нужно будет смотреть те побеги которые в какую сторону они по если также вниз то опять-таки убираем прищипываем если будут развиваться побеги остальные вверх и и в том направлении в котором мы задаем естественно оставляем установлена была которая проволока она достаточно толстая и прочная подвязана уже и решили на гвоздь вот видите посадить и уже к нему формируем каждый конечно случай индивидуальный нужно здесь смотреть как ваше растение идет но схема 1 так чтобы ветви следовали движению той формы которую вы хотите придать кончики тоже прищипываем потому что есть и вот такие вот сухие вот такие вот уже сухие и прищипываем почему для того чтобы когда прищипнуть отсюда и отсюда уже пойдет новые новые ростки и она будет наверху более пышная смотреться то есть не вытянутая как в принципе и многие растения этот метод на бугенвилле очень хорошо работает вот посмотрите какие иголки шипы на бугенвилле есть некоторые сорта у которых мельче шипы и более мягкие посмотрите какое небо красивое так как итальяна то она любит переплетение то есть если вы одну веточку за другую будете переплетать очень хорошо реагирует на то на на эти переплетения и схему поддерживает самого плетения сами уже без вашего дальнейшего какого-то участия для того чтобы нам все это зацепить всю конструкцию прицепить мы пользуемся не только проволокой но и вот такими пластиковыми фиксаторами тоже очень удобно при работе во первых они не травмируют тоже ветки не травмируют само растение но мы не туго делаем а ослаблено для того чтобы конечно было еще движение рост куда растению расти вот таким вот образом сейчас по стволу проходим достаточно сильно срезается все все те которые схему не вписались ветви их убрали но еще не все то есть видите сколько срезов на стволе свежих и еще сейчас подумаем вот над вот над этой вот вот над этой подумаем если ее как-то возможно будет красиво сформировать то оставим если нету тоже придется убрать видите сейчас идет по верху уже вверх все вот эту привязали вот из этой оставленное все таки мы по пообсуждали и решили что лучше будет если некоторые чтобы ствол таким голым не выглядел то мы сформируем вот из этого здесь придется взять несколько веток те которые поддаются вверх мы их направим вверх а остальные все таки обрежем где-то примерно вот здесь вот будет все таки срез те которые очень низко и те которые уже не гнуться так как нам надо все пойдет вот это вот ветка вдоль ствола она тоже даст пышность наверху видите прищипываем обязательно ее все вот эту мы решили сейчас уберем вот таким вот образом да остался конечно такой кочешок ну это лучше чем чем опять будет будет утяжелять весь низ вот из этой вот из одной оставили только она быстро разрастется и уйдет вверх сильные самые толстые оставили вот в этом месте две они пойдут и дадут и вот третье будет подкрепляться орэ видите верхние оставили верхние побеги которые именно стремятся к верху вверх вверх и вот сейчас укладываем там уже чтобы они приняли ту форму арочную самое главное это слушать то что дерево говорит и ту схему которую она примет с радостью примет да вот отрезали сейчас дерево почему да сейчас для того чтобы сформировать вот эту вторую с ней немножко сложнее потому что очень толстая во первых уже внизу посмотрите какое толстая само где-то 4 4 5 сантиметров сам ствол и вот выбрали более гибкую одну из двух потому что изначально было неправильно сформировано вторую бугенвилью вторую часть сделали отрезали очень сильно вот здесь вот облегчили с мы его потом обработаем потому что сейчас уже будут дожди осенние и срезаем подтянули вот туда вверх на проволоку и сейчас будем обрезать вот эту вот часть которая идет вверх как дерево вот эту вот верхушку которая идет вверх сейчас мы уберем для того чтобы сформировать по форме дуги вот одна уже у нас готова вот так получилось одна видите уже продлеваем по проволоке она хорошо идет чисто внизу да вот смотрите облегчили еще и убрали вот этот она дает сильный вес но не дает такой красоты и пышности самих веток и цветов поэтому вот эту срезали еще и у нас остается для формирования немного сейчас будем ее загибать все мы закончили работу посмотрите как получилось если это молодое дерево его проще сформировать формируйте старайтесь формировать изначально уже определяться какая схема вам нужна в том или ином месте какая будет смотреться лучше и тогда будет проще и вам и дереву то есть он уже по этой схеме определенной будет расти и всю силу именно в определенные места давать определенным веткам вот у нас что получилось срезали достаточно много толстые ветки сучья срезали мы довольны рады что удалось из достаточно толстого уже сформированного дерева растения лианы нам удалось все таки придать форму арки мы довольны результатом напишите в комментариях как вам формирование такой и формируете ли вы вообще свои лианы если они у вас есть на участке так как мы отрезали удалили крупные ветки нужно обязательно закрыть срезы можете эти срезы закрывать садовым варом применили вот такую краску обычно и покрасили еще ствол а с вами была георгиевская татьяна и если вам видео было полезно ставьте палец вверх а я желаю вам красивых растений на ваших территориях и удачи в освоении ландшафтного дизайна до новых встреч на канале тати гео пока пока а